Девушки отдыхают Сегодня о выпуске. Когда появились мультфильмы? Из чего состоит сигарета? Почему Виктория Орлова лучше всех? И может ли ходить в школу с крашенными волосами? Итак, о Кьюбусер новости неофициальные. А самая детская новость этого дня такая. 14 октября в мире отмечают день рождения медвежонка Винни-Пуха. Ведь именно этого числа в 1926 году в свет вышла первая книга о плюшевом герое английского писателя Алана Милна. А знаете, как появилась эта сказка? Алан Милан подарил игрушку медвежонка своему любимому сыну Кристоферу. Он назвал ее Винни-Пух в честь медведя из лондонского зоопарка. Он наблюдал Алан Милан за игрой своего сына с пухом, а потом взял и книгу написал, которая в итоге полюбилась детям всего мира. История про Винни-Пуха переведена на 25 языков. А сколько мультфильмов создано про нашего любимого героя? Вот так, главное, переходим к следующей детской новости о мультфильмах. В Чебоксерке открылась выставка «До кино», где представлены анимационные игрушки. В художественном музее побывала Лера Никандрова. «До кино» — именно так называется выставка истории анимации. Началась она с того, что два врача открыли удивительную особенность человеческого зрения. Наш глаз умеет соединять в одно целое быстро сменяющееся изображение. Этому свойству дали сложное название — персистенция. На выставке вы услышите еще много новых слов. Этот экспонат называется «Проксиноскоп». Его изобрел художник Эмиль Рено. И давайте посмотрим на него. Нужно смотреть зеркала. У нас на барабане нанесена лента с последовательными фазами анимации. В центре находится зеркальная призма. И, соответственно, когда поворачивается барабан, мы каждый раз видим новую картинку. За счет этого происходит эффект движения. Эмиль Рено называют отцом мультипликации, потому что он многократно улучшал, модернизировал этот прибор. И, в конце концов, изобрел модель, которая проецировала. И с помощью нее он показывал уже настоящие мультфильмы. Вот именно он произвел первый показ анимационного фильма. Игрушки, которые можно крутить и вертеть, собраны в наши дни, но по старинным образцам. Ценные исторические вещи хранятся за стеклом. Вот, к примеру, старинный проектор. В 16 веке его называли волшебный фонарик. А вот этот волшебный фонарик не просто показывает статичный слайд, он уже показывает что-то вроде анимации. Если мы будем двигать вот эту пластинку, то мы увидим, как на стене плавают рыбки. Именно так дети развлекались до того, как появилось кино. А это своеобразная машина времени. Смотришь в специальные очки и попадаешь в прошлое. Все очень реалистично, потому что это первое в мире 3D. Такой аппарат называется фотопластикон. В нем стоит множество стереоскопов. И внутри фотографии. Каждая фотография снята с двух фотоаппаратов. Один стоял чуть правее, другой чуть левее. И две этих разных фотографии посылаются в два разных глаза. И наш мозг делает из них объемную картинку. Выставка приехала в Чебоксары из Казани. Ее владелец Максим раньше создавал мультфильмы, а теперь коллекционирует уникальные приборы. Привозит их из Европы, покупает на аукционах, ищет на интернет-рынках. Я сегодня узнала, что такое сканимация. Сканимация – это анимация из шести кадров. Вот, смотрите. Вот это шесть кадров, которые разделили на маленькие полосочки. И вот этот полосатый лист соединяет это изображение, и получается, что гепард бежит. К сожалению, мы не сможем рассказать про все эти экспонаты. Их тут больше сотни. У вас еще есть время изучить их самостоятельно. Выставка «До кино» будет работать до 17 ноября. Валерий Никандров, Бахтияр Велиев, Акилбупсер. Ура! Во всех школах города Чебоксары появилась газета «Пять вопросов». В ней вы можете почитать о том, какие интересные события происходят в разных школах, об интересных учениках, найти советы и даже веселые истории. Эту газету делают наши друзья – юные журналисты. Специально для вас. Так что, если увидите на информационном стенде «Пять вопросительных знаков», подходите и читайте. А еще вы можете помогать создавать эту газету. Предлагайте темы, пишите статьи. Найти официальную группу ВКонтакте «Газета «Пять вопросов»» можно по QR-коду. Вот, например, приехал к вам в школу известный гость. Напишите об этом. А еще можно съемочную группу позвать, а потом посмотреть на себя по телевизору. Свершилось к нам в школу, приехал президент Ассоциации автомобилистов «Чуваши» Максим Забалуев. Я познакомился с ним несколько лет назад, когда участвовал в конкурсе ПТТ «Глазами детей». Занял первое место в номинации стихотворения и был награжден велосипедом. Помню, пришел домой и сразу начал искать информацию о человеке, который расстает с велосипедом за интерес к правилам безопасности. О них Максим и рассказывает на встречах со школьниками. Влетает автомобиль, происходит удар. Аркадий не пристегнут. Ну, что, ехать недалеко. Он начинает движение вперед. Аркадий весит, допустим, 70 килограмм. Вес человека в момент скорости увеличивается в 10 раз. С силой 700 килограмм он летит вперед. Вы это все физики потом будете изучать. Со скоростью 300 метров в секунду вылетает подушка, потому что она должна быстро вылететь, чтобы сохранить человеку жизнь. И вот представляете, вылететь со скоростью не вы, а Аркадий, прошу прощения, 700 килограмм сила его тела и 300 метров в секунду. Вы представляете, какой удар происходит? И поэтому самое простое движение, когда вы садитесь в автомобиль, это просто пристегнуться. Максим очень разносторонний человек. Скажу честно, он меня вдохновляет. Я был просто счастлив пообщаться с кумиром. Первый вопрос интервью. Когда вы сели за руль? Моего дедушки был в Москве 408-й, 61-го года, с ручной коробкой передач на руле и американским диваном, таким, в общем, длинным. И поэтому, когда 4 километра до дачи по проселочной дороге, он давал мне порулить. Он сажал меня на колени. Мне было там 6-7 лет. Опять-таки, да, потому что ноги не доставали. И, соответственно, я ехал рулем. И когда он забывал меня посадить, я обижался. Весь день мог с ним не разговаривать просто. Но потом на обратном пути он меня, естественно, сажал. И едешь, объезжаешь там все эти ямы. Естественно, все в позиции безопасности. Если кто-то проезжал рядом, он подстраховал. Потом отец купил мотоцикл. Из Панета-5 с коляской. И я уже учился в тех местах, где никого нет. Естественно, учился ездить на мотоцикле. Первый свой проезд. Я встал, и мне вот всего дрожал. Я не мог просто контролировать. Но папа сказал, будешь еще? Да. И все, опять поехали. Я знаю то, что вы каждый год проводите акции для ветеранов Великой Отечественной войны. А какие готовите еще? Ветераны Великой Отечественной войны в основном видят мир через телевизор. Но нет ничего лучше, чем видеть жизнь, мир в реальности. То, за что они сражались. То, чему они отдавали свое здоровье. А некоторые – свою жизнь. И поэтому мы стараемся показать им, как меняется мир. Как он становится лучше. Поэтому мы уже более 10 лет проводили мероприятия для ветеранов с вывозом их по городу Чебоксарам показать. Даже удивительно, что, живя в Чебоксарах, они по 20 лет Волгу не видели. В Москву вывозили ветеранов. И поэтому в Москве, когда они увидели Москва-Сити, это было просто нечто. Было забавно это посмотреть. В целом, даже с Никасом Сафроновым проводили встречу со звездами. И поэтому для них, в принципе, для каждого путешествия – это особенный глоток энергии, когда человек получает путешествия. Вы часто бываете в Таиланде, почему именно Азию? В целом, путешествия развивают человека с разных сторон. И я бывал как в Европе, в Латинской Америке, в Азии. Проехал 27 стран, 62 мировых города, 25 городов России, Украины, Белоруссии. Но именно Азия, она меня привлекает своим колоритом. И так как я родился в июле, я люблю лето, как, наверное, многие из наших телезрителей, я стараюсь лето продлевать. И поэтому у меня была когда-то давняя мечта, когда я приезжал как турист на неделю на две в Таиланд, и думал, что как хочется мне здесь еще побольше оставаться, не хочется в снег, в холод. И потихонечку увеличил время – 20 дней, месяц, 3 месяца, 4 месяца. И сейчас я уже нахожусь там 6-7 месяцев. При этом это не просто отдых, это и путешествия, это и развитие, это и социальные проекты. Мы «Бессмертный полк» организовывали как раз в Таиланде в этом году, как я сказал ранее. Это и безопасность дорожного движения, потому что тема актуальна и в любой стране. И что касается, чем отличаются движения, безопасность дорожного движения в разных странах. В Тае никто не сигналит, никто не шумит, там четкое взаимопонимание и уважение на дороге. Надо кому-то остановиться, высадить кого-то, повернуть. Кто-то ошибается, все остановятся и подождают. Никто не будет сигналить. Скажем, брать, если Индию, где там сигналят просто каждый, потому что кто-то сигналил первый, тот прав. И там такой шум стоит, это все на самом деле отвлекает. В этом плане в Тае гораздо все безопаснее. Я видел ваши ролики, а вы их снимаете сами и монтируете? В наше время есть прекрасная возможность рассказывать людям о том, какой прекрасный мир и какой замечательной планете мы живем. Да, действительно, я сам снимаю ролики, сам провожу монтаж. Монтаж провожу в Adobe Premiere программе на компьютере. Есть программы в телефоне довольно-таки сейчас много разных. Я пользуюсь видеошоу. В принципе, для ребят это может быть уже удобно и полезно. Поэтому сейчас есть все возможности делать хороший, классный, полезный контент для людей. Поэтому от себя я жду от тебя классный видеоролик с нашим интервью. Уверен, что у тебя все получится. И дальше желаю тебе успехов, чтобы ты не останавливался на достигнутом. Данила, держи конфету. О, спасибо. Дай еще одну. Больше едам. Сегодня больше нельзя. То есть ты хочешь сказать, что человеку в день можно съедать всего лишь одну конфету? Да, размером с пьединиц. Так считают те, кто придумал диету одной ладони. А вот овощей в день можно есть много. Порция должна быть с целую ладонь. Если честно, я никогда не слышал о такой диете. А вот ученики из 33-й школы теперь знают все о здоровом питании и образе жизни. Потому что к ним приезжал музей занимательного здоровья. Передвижной музей – это что-то новенькое и очень удобное. Уникальные экспонаты привозят прямо в класс, и их можно потрогать. В такой атмосфере информация о здоровом образе жизни усваивается на ура. А вот с никотином все довольно интересно. Вы знаете, ребят, что сигарета – это то, к чему человек очень быстро привыкает. Благодаря никотину хочется выкуривать сигарету вновь и вновь, ребят. Он не убивает человека, потому что в маленьких дозах, но вызывает привыкание. Эти ребята теперь никогда не забудут, как много вредных веществ прячутся внутри сигареты. Ведь они сами собрали их вместе, как пирамидку. Это, ребят, яды и канцерогены. Канцерогены – это вещества, которые вызывают в нашем организме рак. А этот эксперимент показывает, как воздействуют на наш мозг алкогольные напитки. Добавляем в спирт яичный белок, и он начинает разрушаться. Вредные привычки портят все наши органы. Я не хочу курить, не хочу пить. Я хочу, чтобы мои органы были красивыми, а не такие черные все. Я гады, что в моей семье никто не ходит. Организатор музея – врач, и она прекрасно понимает, как важно заботиться о здоровье с детства. Это самое ценное богатство, которое у нас есть. Поэтому экскурсоводы снова и снова рассказывают чебоксарским ребятам, что есть нужно только полезные продукты. Например, сыр. В день достаточно кусочка размером в два пальца. Ехали в машине, попали в аварию. Не дай бог, конечно, такое. Но что происходит с нашим мозгом? Итак. Этот экспонат показывает, как важно беречь голову от ударов. Также здесь можно узнать все о вирусе гриппа и прививках. Проверены, этот музей здоровья действительно занимательный. Софья Родионова, Борис Андреев, Акилбупсер. В Чебоксарах появился школьный автобус. Он отвозит юных жителей нового города по школам. Сначала подъезжают в 33-й, потом в 23-й. По всему маршруту детей сопровождают учителя. Они помогают ученикам разместиться в салоне и следят за порядком. Автобус даже делает несколько рейсов. Скоро администрация города Чебоксары порадует и жителей микрорайона Садовой. Ребят будут отводить 12-ю и 64-ю школы. Здорово, что теперь хоть кто-то не будет мерзнуть на улицах. Но школьный автобус – это не повод, чтобы ходить без шапки. На улицах уже очень холодно. И даже если вам хочется показать всем цвет своих волос, все равно не ходите без шапки. Потерпите до весны. Кстати, о цвете волос. Мне все чаще на глаза попадаются люди с синими или фиолетовыми волосами. Я все думаю, можно ли так в школу ходить? В этом разбиралась Алиса Кошкина. Зеленый, фиолетовый, синий – и все это цвета волос. Привлекает внимание, правда? Только вот интересно, как к всему этому в школе относятся. Дань, пойдем узнавать. А допустим ли в школе яркие окрашенные волосы? Мое личное отношение к ярким окрашенным волосам ровное. То есть они не вызывают у меня каких-то негативных чувств. Потому что я считаю, что это личное дело каждого. Если это действительно красиво, стильно, модно, аккуратно, то почему бы и нет? Самое главное, чтобы это не мешало и не отвлекало от учебы. А вот если я, например, покрашусь в такой яркий розовый цвет, то мне придется перекрашиваться или что? Нет, конечно. То есть это никак не повлияет на образовательный процесс, на наши отношения к тебе. То есть все будет хорошо. Волосы я покрасила первый раз, когда закончила институт и пошла работать в школу. А вы когда-нибудь красились в яркие цвета? Яркие цвета, ярче, чем блондинка, я не красилась. А почему вы решили покраситься? Наверное, мне хотелось изменить свой образ, стать более взрослой, как тогда мне казалось. Ну вот такая была причина. Ну, на самом деле это все идет из детства. Когда я хотел в детстве, в 14-15 лет покрасить волосы, мне родители запрещали и говорили, когда вырастешь, вот тогда оторвешься. Ну, я вырос, стал жить один, и вот теперь каждый год меняю что-то у себя на голове. Самое главное – знать меру, не выкрашиваться в какие-то такие кислотные вообще цвета, которые режут глаза. То есть знать какие-то рамки приличия и, в принципе, нормально. В моей школе цветным волосам относятся вполне спокойно. Как обстоят дела у вас? У нас очень негативно относятся к цветным волосам. Нам даже не разрешают ходить с распущенными волосами и хвостиками, так как директор зал считает, что мы должны ходить с натуральным цветом волос и в косичках. Пятиклассникам и шестиклассникам разрешают краситься. Мы еще ни разу замечания не делали. Осьмого класса и старше очень сильно ругают и вызывают родители в школу. А почему так? Не знаю. У нас в четвертой гимназии учителя и администрация говорят, нужно красить волосы либо вообще не красить, либо красить в пастельные тона. Классические. Лера, покажи особенно свои прически. А может поделиться секретом, как ты маму говорила? Ну, мама знает то, что я люблю короткие волосы. И чтобы меня очень коротко не стричь, мама записала меня в прихмахерскую. И мне выбрали виски и затылок. А что сказали друзья? Какая была их реакция? Некоторые были в шоке, некоторым понравилось, а некоторые сказали, зачем тебе это. Я правильно понимаю, что вы поддерживаете Леру в ее желании меняться? Да. А что вы ей прям вообще никогда не разрешите изменить в своей внешности? Ну, наверное, пирсинг на лице. А вы когда-нибудь красились в яркий цвет? Или может быть стрижка была какая-то очень экстремальная? Был яркий цвет, зеленый, экстремальный самый цвет в моей жизни. Дань, а тебе не кажется, что мне пора в парикмахерскую? Я думаю, что ты хочешь оттенки яркие, да? Да. А вот можно спросить, кто чаще приходит на цветное окрашивание? Мальчики или девочки? На цветное окрашивание больше, наверное, хотят девочки. Но сейчас очень часто мальчики используют пепельный, розовый, фиолетовый, ну и всевозможные цвета. Эй, Дарь, ну не посмотри, пускай ты получишь сюрпризы. Спасибо большое, Елена. Ну, а вы, ребята, не бойтесь меняться, делайте этот мир ярче. Никита, смотри, летающий стаканчик. Молодец. Приклеил двусторонечку к ладоням, теперь радуешься. Из этой же серии. Смотри, я сейчас палец оторву. Придется признать один простой факт. Для Виктории Орловой из Новочебоксарска. Нам как до уны. Она профессиональный иллюзионист. И недавно ее даже показали в программе «Лучше всех». Вика Орлова – настоящая волшебница. Она умеет исполнять мечты. Захотела попасть на первый канал и все для этого сделала. Мне очень нравится эта программа «Лучше всех». Я очень долго коваривала маму туда пойти, но я не знала, с чем. И потом, примерно чуть больше года назад, я начала заниматься фокусами. Стала уже заниматься более профессионально и решила пойти на эту программу. Максим, у вас что-то... Вы что застрелили? Боже мой! Покачайтесь! Кастинг в программу проходил еще летом. И вот в октябре состоялись съемки. Два дня ушло на репетиции. Специально для девочки шили смокинг и заказали туфли. Просто сказка! Там очень много камер, очень большая группа. Все друг друга поддерживают, что-то подсказывают, если у кого-то что-то не получается. Мне очень нравилась эта атмосфера, все добрые люди. Вика живет в Новочебоксарске. В школу фокусников ездят чебоксары. А еще она учит китайский, занимается конным спортом и ходит в художественную школу. Все успевает. Человек привыкает, что ты всегда подкидываешь монету. И в какой-то определенный момент он думает, что монета все еще здесь. Но на самом деле это основной прием привыкания. Но и суть не то, чтобы отвлечь внимание у публики, а направить его в нужную сторону. Видишь, какая-то птичка. Хотя ее там нет, но ты посмотрела. Так же и здесь. Мы смотрим на руку, акцентируем внимание сюда. Но монета находится в этой руке. Учитель Вики Альберт Пластинин – известный фокусник в Чувашии. Еще растягивай, еще. Вот так вот развернем немножко. Развернем. Она так просто не пройдет, видишь? Но она не то, чтобы сейчас просочиться сквозь твое, а соединиться в единое целое. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Чтобы наполнить резинки или монетки магией, потребуется не один месяц тренировок. Один из самых главных секретов – это трудолюбие, терпение. Ну и, конечно, ловкость рук. Для начала нужно удерживать монету в руках. Крутить ее, подкидывать, ловить. То есть монета должна очень комфортно чувствовать себя в ваших руках. А бывает, что фокус не получился? Да, бывает. И когда у меня что-то не получается, я это оттачиваю еще больше. То есть ты настойчивая? Да. А как ты думаешь, в чем полезный фокус? Они развивают мелкую моторику, ловкость рук. И потом становится легче что-то делать своими руками. А тебе это помогает при учебе? Ну, я не задумывалась над этим вопросом. И, кстати, я вижу у тебя рюкзак, вон там стоишь. Что тебе положили? Сладости, конфеты и печенье. Главный атрибут программы – это, конечно, медаль. Не ожидал, что она такая тяжелая. Для настоящих чемпионов. Яша Григорьев, Игорь Зверев, Акилбупсер. Продолжаем тему талантов республики. Дима и Ульяна Петровы скоро поедут в Венгрию на Всемирную Олимпиаду по робототехнике. Эти ребята прошли серьезный отбор. Они лучше всех умеют программировать роботов-футболистов. Ребята, мы вас верим и желаем удачи. А всем нашим зрителям мы желаем только добрых новостей, как в Акилбупсере. Напоминаем, что любой выпуск программы Акилбупсер вы можете посмотреть на сайте ntrk21.ru или в нашей группе ВКонтакте. Пишите нам, мы отвечаем на все комментарии. Увидимся, как всегда, на национальном телевидении Чуваши. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok